Почти 300 семей в Алматы вернут пособия, полученные в рамках АСП. Выяснилось, что горожане незаконно оформили соцпомощь от государства. В частности, семьи утаивали свои доходы, скрывали дома и квартиры. Об их разоблачении Алтнышаш Смогулова. Много зарабатывают и живут в дорогих особняках, но скрывают доходы. И все ради пособия от государства. Специалисты Центра занятости в ходе обхода выявили сразу несколько схем обмана. Одна из них – временная регистрация. Прописываются, как правило, псевдо-нуждающиеся в крохотных арендованных комнатушках, утаивая свои дома и квартиры, зачастую настоящие хоромы. Цель – получить АСП. Бизнесмены тоже прибегают к различным аферам. Скрывают доходы, допустим, если это ИП, если он является руководителем ИП, у него есть свое дело собственное, которым он занимает свой бизнес, они показывают нам доходы, которые намного меньше тех, которые бы они могли показать за целый год. Вы знаете, что ИП, у них упрощенная отчетность, они показывают в полгода один раз, а по правилам назначения адреса национальной помощи мы смотрим на предыдущий квартал. То есть, естественно, те, которые имеют ИП, они не могут его показать, они нам показывают только трех квартал доход, где превышения нет. А вот Марине Нечковой скрывать нечего. Главное богатство – дети. С супругом она развелась. Говорит, что он платит ей алименты. Однако этих денег на аренду квартиры и шестерых малышей не хватает. Получает АСП Марина уже третий месяц по 142 тысячи тенге. Средство – хорошее подспорье. Пока подрастут дети, и она сможет выйти на работу. Для нас это, конечно, существенно, потому что до того, как ребенку годик исполнился, я получала по уходу до года. Потом, конечно, эти денежки закончились. Тяжеловато было воспитывать деток, потому что потребности большие. А сейчас, в принципе, кое-что себе можем позволить. Выяснилось, что незаконно адресную социальную помощь в Алматы получали почти 300 семей. Все деньги они обязаны вернуть. Тем временем, по домовые обходы спецкомиссия продолжит. Главная цель проверок – выявить нарушителей и довести соцспособие до действительно нуждающихся. В центре напомнили, что готовы предоставить бесплатные курсы и помощь в трудоустройстве всем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.